Ну вот дожди не дают работать, технике приходится возвращаться. Последний трактор покидает поле, хмурое небо, хмурится и аграрий. Самое время сеять пшеницу, а погода расшалилась не на шутку. Успели только провести почвообработку, затем пассивные работы замерли. Происходит налипание, насыщники, грязи, поэтому мы просто ловим. Дожди прошли, ждем, контролируем, смотрим. Как только появляются возможности, мы сеем. Капризом погоды татарстанские фермеры уже привыкли. Только вот в этом году весна слишком уж щедра на дожди. Национальный союз страховщиков провел мониторинг озимых в республике. Выяснилось, холода негативно отразились на развитии культур. Их рост остановился, почва переувлажнена. Один из базовых факторов нынешнего состояния озимых в этом году мы называем осенью. Помните, было время сеять не сеять. Уже полным ходом идет август. Влаги не хватает. Особенно юго-восток это у нас прочувствовал себе. Есть вопросы осенней обработки посевов, чтобы зимой посевы не пострадали от снежной плесни. Холодная дождливая погода не радует не только аграриев. Уже середина мая, а дачники не торопятся возвращаться на свои участки. Выходной день, а в огородах пусто и тихо. Я немножко раскрыл землю от того, чтобы дышали корешки. Ольга Цуканова работает в одиночестве. Дети и внуки пока отдыхать на дачу не едут. Холодно. Да и трудиться на земле много не приходится. Огородные дела у нас очень медленно продвигаются, потому что у нас сыроватый участок. Работать приходится только, когда солнышко немножко выступает. И поэтому у нас вообще посадок нет практически. Только вот наводим немножко порядок. Ни что посеешь, то и пожнешь. А как и когда это сделаешь. В этом году примета немного иная. Тем временем Минсельхоз ставит сроки к 20 мая во всех районах завершить посевные работы. Однако аграрии на это отвечают по-философски. У чиновников свои планы, у природы свои. Сейчас все зависит от того, насколько переменится погода. Прогнозы же синоптиков неутешительны. До 19 мая татарстанцам лучше не снимать пальто. Алсу Гусманова, Андрей Ключников, Айрат Мухамедзянов, Телеканал Эфир.